Сплоченность нации в отстаивании своих интересов, признак зрелости и крепости устоев государства. В самые трудные времена, сплотившись, белорусам всегда удавалось отстоять свою свободу и независимость. Сегодня мы в преддверии молодого, но значимого в истории страны праздника – Дня Народного Единства. 17 сентября 1939 года сбылась сокровенная мечта миллионов белорусов. Объединение Западной Беларуси с БССР стало актом исторической справедливости. Какую бы жизнь ни обещали поляки, все, что видели белорусы на протяжении 18 лет – это истребление всего национального и активная полонизация территории. История нас научила, только стойкость народа сможет сохранить суверенитет и независимость. И сегодня это понимают белорусы. Мы очень хотим, чтобы Беларусь процветала. Люди, которые объединены одними настоящими ценностями. Мы действительно опираемся на очень широкую консолидацию патриотических сил. Мир, созидание, консолидация – это то, что в сентябрьские дни особенно объединяет белорусов. И с каждым годом сегодня можно заявлять смело по нарастающей. Судя по тому, каким настроением заряжено общество сегодня, 17 сентября станет как раз кульминацией широкой патриотической кампании, которая развернулась задолго до. Если уж совсем емко, уже говорили о роли гражданского общества в построении независимой Беларуси в Березе, побывав там с акцией «Беларусь-одиная». Вокруг нашей страны в мире такая тяжелая напряженная обстановка. И для того, чтобы нам справиться с ней, нам обязательно надо быть вместе. А вопросы международной повестки и роли белорусов в ней поднимали в Жодино, куда приехали активисты Белой Руси с 17 гранями единства. Тот исторический опыт, который был заложен именно в этот глубинный смысл слова «единство», он и позволяет нам сохранять и конфессиональный мир, и межнациональный мир. И по всей стране собирали и продолжаем флаги регионов, сложив в перспективе воедино 152 полотна. Старшие классы, и для них вопрос сильной, процветающей «Единой Беларуси», я думаю, не менее актуален, чем уже для взрослых состоявшихся людей. Цену свободе, независимости белорусы хорошо знают. Прожив почти два десятка лет под гнетом польских властей и воссоединившись в 1939-м, видели, как тогда истребляли все наше и как сейчас пытаются переписать историю. Но факты уже не скрыть, они застыли вот в таких фотографиях и газетных зарисовках. За рождение Дня народного единства условно можно разделить на два этапа. Сейчас период возрождения, историки говорят, широко. Впервые этот праздник мы отмечали в 40-м, а после помешала война. К тому же наладившиеся отношения с поляками не хотелось портить, но единение сохранилось в нашей памяти. Но время показало, что все-таки вот этот внутренний стержень единения всей нации намного дороже того, что говорят извне. Известные политические деятели 30-х, 40-х становления советской власти на освобожденных территориях и закрепления на законодательном уровне воссоединения Западной Беларуси с Белорусской ССР. Эта уникальная коллекция Владимира Лиходедова обрела новый облик в коллаборации с Национальным историческим музеем. На фотографии не врет. Что запечатлено, так и было. Поэтому сама выставка, она представляет собой большую уникальность. И плюс те карты, которые предоставил Национальный исторический музей, ну они действительно бесценны. Они показывают, какая территория была у нашей стороны в 21-м году и уже после объединения в 40-м. Важность этого исторического периода для становления будущей Беларуси подчеркнул во время открытия глава администрации президента. Не будь тогда воссоединения немецко-фашистские войска, в 39-м продвинулись бы фактически до Минска, что могло коренным образом повлиять и на ход послевоенных событий. Что такое 18 лет, когда был белорусский народ разделен, и фактически часть нашей республики находилась под польской оккупацией. Это, по сути дела, притеснение белорусской культуры, ликвидация белорусских школ, политика полонизации, храмы у православных завирали и так далее. Я уже не говорю о том, что у меня развивалась фактически экономика. И многие статьи того Рижского договора, мирного 21-го года, в которых предусматривалось сохранение прав национальных меньшинств на территории Речи Посполитой, они попирались. Выставка, что сегодня начала работу в здании администрации президента, живой пример объединения усилий белорусов. Идеи близки всему обществу, вряд ли удастся сосчитать, сколько в эти дни придумано инициатив. Автопробеги, возложения, дискуссионные площадки – и здесь больше важна не форма, а содержание, что в простом – жить, не повторяя ошибок прошлого. День воссоединения Беларуси, восточной и западной ее частей 17 сентября 1939 года прошлого века стал символом нашего национального единства, неподвластного времени. Но этот опыт говорит нам, что не менее важно быть вместе в мирное время, трудиться на благо своего народа и отечества. И жить надо так, чтобы никогда больше не повторять ошибок прошлого, чтобы быть сильными перед лицом новых угроз и вызовов времени, чтобы сохранить нашу мирную, удивительную, красивую Беларусь для детей и внуков. Жить надо так, чтобы вообще-то стыдно не было потом и тебе, и тем, кто за нами придет. Для укрепления государственности люди готовы предпринимать и конкретные шаги. Например, сегодня в Будо-Кошелево на форуме «17 грани единства» активисты выдвинули инициативу объявить 2024 годом мужества и памяти. Призыв для всех, кто по тем или иным причинам остается в тени общественной жизни. Еще раз напоминать людям о том, что мы едины, независимо от нашей национальности, веры, конфессии, независимо от каких-то, может быть, даже политических убеждений. Но, тем не менее, Беларусь – это цельная нация, которая отличается своим единством. О значимости праздника народного единства сегодня говорили в Могилеве. Белорусско-российский университет собрал представителей общественных организаций и трудовых коллективов в рамках акции «Беларусь-одинная». Форма такого разговора свою эффективность уже доказала акция. С 2021 года не раз побывала в самых удаленных уголках. В регионах люди не безучастны как к важнейшим общественно-политическим событиям, так и к текущей ситуации внутри и вне Беларуси. Кто будет нашими депутатами, кто будет представлять наши интересы, они задаются. Во-вторых, людей интересуют детали, нюансы, процедуры. Процедуры формирования, по-новому в ряде случаев, формирования представительных органов, таких как парламента нашей страны, Всебелорусского народного собрания. День народного единства – это очень важный праздник для нашей страны. Мы не можем обходить этот день стороной. Этот праздник олицетворяет всю целостность нашего народа. Мы не можем не праздновать его и не радоваться долгожданному акту исторической справедливости. 17 сентября – это день, когда наконец-то Западная Беларусь воссоединилась с Восточной, и мы, белорусы, смогли стать едиными. Единение народа, которое присутствует и помогает дальше идти в ногу со временем и развиваться. Чем сильна наша нация, так это людьми, которые умеют отстоять свое, быть ближе, когда от этого зависит ход событий, и открыто выражать позицию, так как это сегодня делают белорусы в соцсетях. Маску с лаконичным «Беларусь» – это мы примерили уже сотни белорусов. Молодежь и работники предприятий СМИ новоиспеченная «Мисс Беларусь» тоже подключилась к флэш-мобу. Не сложно, но говорит о многом, что мыслим в едином и поступаем, а значит, схожий взгляд на будущее, в котором сила нации есть тот стержень и оберег от провокаций и катаклизмов, которых меньше не становится. Моцная тому, что разом. Юлия Алферова, Юрий Корнилович, Виктор Баку и Андрей Новгородцев, агентство теленовостей.